Здравствуйте! С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Заседание модного предновогоднего суда я объявляю открытым. Это по 5 он отдает? 5? Так, еще один вот такой давай. Дешевле сколько отдашь? 50. Нет, 40, 40. Кто здесь продавец? Это дешевле? Дешевле, 40 долларов. 25 вот это. Не, вот это 40, это большое. Мискидка формама. 20, 20, 20. 35, ялла, все. 20, 20. Не, не, не. Ну, отдаешь? Алло, все. Не 60, 50 долларов. Такой и такой. Тогда 40 долларов. Давай, ялла. Как я залезу-то? 1, 2. Ну, ну, что, на байкере покаталась, и тут надо покататься. Ну, давай, покатай. Ну, ну, давай. Я не боюсь. На лошадях каталась. На вербуте первый раз. Скажет, бабка с ума сошла. Вот это да, что со мной сделали. Итак, у меня в руках очередное письмо Деду Морозу, переадресованное нам в программу «Модный приговор». Дорогой Дедушка Мороз. Замечательная история произошла со мной в далекой и жаркой стране Вьетнам, в которой не бывает снега и не наряжают елки. Но там тоже есть свой Дедушка Мороз, и его зовут. Онг Гия Ноэн. Наверное, он в октябре послал мне встречу с удивительной, необыкновенной бабушкой Леной. Это бабуля, 89 лет, путешествует одна по миру с рюкзачком за спиной и не перестает удивлять всех своим жизнелюбием. Уже 6 лет подряд бабушка покоряет новые горизонты и страны. Все ее скромные, но очень симпатичные наряды аккуратно складываются в рюкзак, а по приезду на новое место бабуля щеголяет по курорту. И я подумала, дедушка, ты ведь можешь все, сделай бабулечку еще краше и наряднее. Это значит, я дедушка, понятно. Ведь у бабы Лены столько планов на путешествия. Пусть весь мир знает, какие красивые и очаровательные бабушки живут в России. Так хочется, чтобы бабушка вспомнила свою кокетливую молодость, снова почувствовала себя молодой и очень модной. Пусть у бабы Лены случится волшебная история любви. Нет, превращение скромной бабушки в очаровательную леди. Влюбиться тоже хочет, видите, замуж все хотят сейчас. Ведь под Новый год всегда случаются невероятные чудеса. Крепко целую с надеждой на чудо Екатерина. Как вы догадались, сегодня мы слушаем дело с бабой Леной вокруг света. У нас сегодня в студии внук бабы Лены Дмитрий. Прошу вас к трибуне. У моей бабушки очень непростая и тяжелая судьба. Она сирота, прошла войну, всю жизнь работала на тяжелых физических каких-то производствах. Но тем не менее она остается очень жизнерадостным человеком. Она открыта ко всему новому. В каком-то жизнелюбии она может дать фору многим молодым. Но тем не менее, вот сколько я ее помню, она всегда выглядела вот именно как бабушка. Милая, прекрасная, но бабушка. И в канун этого замечательного праздника, Новый год, когда вершится волшебство, мне бы очень хотелось, чтобы вы подарили ей новый образ, какие-то новые впечатления и радость. Это в наших силах. Баба Лена, а вы готовы к модным экспериментам? Экспериментам. Хотите переодеться? У меня, конечно, еще бы. Давайте мы вас рассмотрим. Елена Михайловна, встаньте, пожалуйста. Мы хотим на вас посмотреть. Свою? Свою показать, да? Да, очень хорошенько. Красивая у вас платьица, сарафанчик, двусторонний, блузочка неплохая и очень модные туфельки. Вы пижонка. Сколько лет этим туфелькам? 49 лет. Браво. И я хочу сказать, что вы не только очень хорошо носите обувь, но у вас исключительный размер. 34-й. Сейчас это большая редкость. Бабушка Лена, присаживайтесь, пожалуйста. Наши встречи сегодня не случайно. Мы с вами уже, баба Лен, встречались. Вы помните нашу встречу? Неужели? А фотографии-то как? Фотографии есть, и видео есть. Давайте посмотрим. Каждый раз смотрю, каждый раз смотрю. Какая молодец. Вы рады меня видеть, да? Конечно. А я рад вас. Ну, спасибо. Прелесть, бабушка, одета очень красиво. Ну, прямо одета. Жакет модный. Знала бы сюда, привезет, и я покрасиво оделась бы. А как же, уж краше некуда. Нет, еще бы. Еще лучше могли бы, да? Конечно. Она потрясающая. Это мой любимый размер, называется «Моя лилипуточка». Размер женщины. Ну, фотографируйся. Да, фотографируйся. Эвелина, не хотели бы взять слово? Я бы очень хотела взять слово, потому что, Александр, вы, человек счастливый, уже видели с этой замечательной женщиной, а я видела эту знаменитость исключительно в соцсетях и восхищалась этой чудесной дамой. И, честно говоря, я прекрасно понимаю ваше желание подарить бабушке дополнительную красоту, но я считаю, что Елена Михайловна и так прекрасна. Но, конечно, грех было бы не выполнить под Новый год желание самой бабы Лены, как она себя называет. Да, в принципе, чего греха таить? Вся социальная сеть называет вас именно так. Поэтому давайте, конечно же, посмотрим на вещи. Пожалуйста, гардероб бабы Лены в студию. Пожалуйста, Эвелина, разберите этот гардеробчик. Очаровательные блузочки. Ну, наша очаровательная героиня очень любит самые разнообразные блузочки и достаточно смело их выбирает. Вот эту, например, мы уже видели в ее исполнении. И в этой она уже фотографировалась, мне кажется, даже в Вьетнаме. Меня, по крайней мере, я уверена, что и многих из тех наших зрителей, которые уже знакомы с бабой Леной, абсолютно восхитили ее наряды, ее чудный головной убор и вообще вся ее прелестная фигурка, 155 сантиметров. Бабушка миниатюрно, просто как фея, совершенно очаровательная женщина. И глядя на нее, конечно, каждый под Новый год вспоминает свою бабушку. Знаете, вот бабушкам все самое-самое лучшее. Пусть путешествуют везде, пусть носят самые замечательные наряды. Дорогие внуки, если у вас есть возможность, точно так же, как, вот у этого, дать своей бабушке все самое лучшее в мире, сделайте это немедленно. Спасибо большое, Галина. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Дмитрий, вы тоже, пожалуйста, присаживайтесь, а я вызываю к микрофону защитильщицу нашей предновогодней сказочной программы, автора письма Деду Морозу. Екатерине, пожалуйста, подойдите к трибуне, и я передаю слово Ларисе Долиной. Лариса. Катя, скажите, пожалуйста, вы как познакомились с бабушкой Леной, с Еленой Михайловной? Я отдыхала с своей семьей, с мамой и с тетей во Вьетнаме. И случайно за завтраком я услышала с этим столом русскую речь. Очень пожилая бабушка сидела и пыталась объяснить официантам, что еда острая, и она не может кушать такое, хочется что-то более пресное. Они не понимали, к сожалению, русского языка, а по-английски она объяснить не могла. В итоге я подошла просто, чтобы помочь бабушке, и перевела, чтобы ей готовили неострую пищу. И после этого мы разговаривали. Поскольку она сидела с женщиной русской за стольком, я подумала, что это семья. Но когда я узнала, что бабушка одна, 89 лет, приехала во Вьетнам из далекого сибирского городка, и более того, это не первая страна, которую она посетила, я была просто в шоке. Мне захотелось, чтобы весь мир узнал про эту замечательную, прекрасную нашу бабулечку. Вот она здесь, наша прекрасная фея на фотографии. Настоящая вьетнамка на рисовом поле. Вот эти фотографии мы делали вместе, когда отдыхали, потому что она была одна, и нам захотелось поближе с ней познакомиться, показать ей что-то такое прекрасное, что самостоятельно она увидеть не могла. И всячески на этом отдыхе мы ее поддерживали, общались. Она рассказывала нам про свою уникальную, удивительную жизнь. И, конечно же, когда я первый раз попала к ней в номер, я увидела, какая действительно бабуля-модница. Путешествуя с крошечным рюкзачком, она очень аккуратненько складывает туда все вещи, и когда приезжает в отель, она их развешивает себе по вешалочкам и ходит щеголять действительно в этих нарядах по курорту. Каждый день она переодевалась. Ой, какая красавица! Да. Даже купальный костюм у нее совершенно потрясающий. Очень красивый. И все это время она нас не переставала восхищать своим жизнелюбием, добротой, позитивом. Все, кто ее встречал в нашем отеле, не мог просто пройти мимо. И восхищен ее действительно жизненной крепкой позицией. Поскольку в свои потрясающие годы человек сильный, человек легкий, открытый, жизнерадостный, ничего совершенно не боящийся. Вот даже элементарный пример, когда мы предложили ей покататься на байке, бабуля сказала, да, конечно, я ни разу не ездила, я хочу попробовать. Правильно. Да, это была потрясающая история. И когда я не удивлена, когда я разместила этот пост в соцсетях, я была уверена, что, конечно же, люди воспримут эту ситуацию и поймут, ну что за уникальный человек живет на этом свете, почему же никто про нее никто не знает. И после этого вот история получила такой отклик, и благодаря всему этому и благодаря вам, бабуле, здесь и сегодня станете еще краше. Спасибо, Катя. Спасибо. Присаживайтесь. Ну, это, конечно, совершенно потрясающая история, которая, возможно, заставит вас посмотреть иными глазами на собственных бабушек и дедушек. Сегодня эта очаровательная женщина, Елена Михайловна, у нас в студии продемонстрирует, что в 89 лет можно питать интерес к тому, как ты выглядишь в зеркале, еще даже в большей степени, нежели в 19. И наши стилисты, я уверена, будут сегодня особенно тщательно готовить три выхода Елены Михайловны, потому что это же просто сказка какая-то. Елена Михайловна, пример того, как нужно относиться бережно к жизни, как нужно оценить каждый ее миг, каждую секунду, каждую минуту. Будьте здоровы, и я желаю вам, чтобы ваших подружек и друзей таких становилось все больше и больше. Пусть наши бабушки и дедушки будут такими же, как баба Лена. Спасибо, баба Лена, спасибо. Спасибо, коллеги. Баба Леночка, а я вас попрошу подойти к трибуне. Пожалуйста. Ой, ой, ой. Выглядите шикарно. Я очень рад, что вы здесь. Лариса, вам слово. Елена Михайловна, ваш внук сказал нам, что у вас очень непростая и очень тяжелая судьба. Расскажите, пожалуйста, как вы остались сиротой? Как? Моя мать умерла после родов. Мне было три года. Ну и вот, отец уехал. Раньше у нас в деревню уезжали на заработки. То Питер, то на Дальний Восток. Мой отец после матери уехал в Питер. Остался у меня только дед. 80 лет ему. Трехлетний ребенок. Воды, может быть. Вот я с ним до 7 лет прожила. Остались у матери три сестры, три тетки. Они тоже по городам все поразъехались. Вот как вот прожила 7 лет с дедом. Я, видите, что? Водички, не волнуйтесь. Расстраиваюсь. Не волнуйтесь, попить водички. Спасибо. Спасибо. Подробности этой истории бабы Лены, путешественницы совсем скоро. Ее ждет умопомрачительный сюрприз. С Новым годом! Ее спешит поздравить самый завидный жених страны. Не переключайтесь, будьте с нами. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело с бабой Леной вокруг света. Елена Михайловна, я тут прочитала, что вы в детстве хотели, чтобы вас съели волки. Это правда? Да, да, это правда, правда. Вот, значит, по отцу осталась бабка. Бабка не берет по матери, пускай по матери родная. А где дед? Дед 80 лет. Я остаюсь на улице. Темно. А волки воют. Верите, тогда и люди голодали. А волки воют, как дети плачут. Лес близко. Волки воют. Я на улице. Я говорю, хоть бы меня волки съели. Попейте водички, Елена Михайловна. Елена Михайловна, дорогая, расскажите, пожалуйста, как вы вышли замуж? Муж-то непутевый попался. Господи, пожилая тетушка взяла меня в город. Ну, там я в няньки пошла 12 лет. До 14 лет, в общем, я там в няньках была. Потом это уже тетушка меня взяла в Узбекистан. Под Ташкентом, город Андижан. Тут в 41-м начинается война. Ну, и вот тетушки собираются снова в деревню, где мы жили, где родились. Приехали туда. Я там уже начала работать. В колхозе. И землю пахала, и хлеб убирала. Потом приехал в нашу деревню вербовщик. Я завербовалась в город Астрахань. Ну, что, голая босса была. Как мать родила, без смены. Вот как в одном кармане ложка деревянная, в другом кармане у меня документы. Вот так. В Астрахань завербовалась я на год. Ну, и срокат. Кем завербовались-то? Завербовалась там, знаешь, с речки, с берега рыбу. Цеха возила. Вот сейчас только тюремщики так. Вот тачка. Вы видели бы тогда, вот не знаю, тачка деревянная. Одно колесо. Полный, как на грузу рыбу, в цех везу. Селедку солить. Боблу сушить. Судак сушить. Вот. Это во время войны? Да. Нет, после войны. Уже после войны. После войны уже. Про мужа ты расскажите, не пученым. Сейчас. Ну, и вот. Теперь я отработала там год. Переехала опять в Узмекистан. Работу нашла. Только завод строит. Колушки забиваются. Ну, что. Денежки накопила. Наряды набрала. Ну, никуда не хожу. Теперь одна подружка говорит, что сидишь? Пойдем в парк. Ну, парк раз-два пошли. Место для знакомства известное. Вот именно. Ну, и вот там и нашла. В парке гулящего. Да, да, да. Но он, это, в армии. В армии. В армии. Демобилизованный. Нет еще, нет еще. Еще служивший. Его дурака 42-го года взяли в 42-м. А демобилизовался в 50-м. Понимаю. Он сколько служил. А ума не нажил. А ума-то не нажил. Ну, он вам приглянулся чем-то. А чем приглянулся-то? Ну, чем. Придет красивый. Форма как-то, там же дисциплина. Не знала, что он алкаж. Конечно. Ладно. Демобилизовался в 50-м году. У меня уже дочь народилась. От него? Да. Перевез. Это успел он. Да. Дурак дураком, а все-таки... Это вот именно... Дело нехитрое, да? Да. Вот именно. Ну, и вот привез меня к себе. А мать его против свекровка. Вот у тебя учительница 8 лет ждет. А ты неграмотно взял. Вот у тебя свадьбы не было. И давай, и давай. Из деревни. Знаешь, вот каждый день капает. Капает и капает. Вот именно. Звекровка. На камень капает. Змейная головка. Да. Видели мы таких свекровок. Ну и вот. А, приехала к ним одета, что девка к нам брала, купила. Они с меня все продали. Осталась я голая. Опять голая. Опять оставили. Деревянную ложку-то оставили? Как? Ложку деревянную оставили. Мне лобки не было. И ложку отняли. А, ложку. Ну и вот. Теперь я ушла в частную квартиру. С ребенком. С ребенком. С ребенком. Дочь Татьяна. Танечка. Ну и вот. Теперь я ушла на квартиру 80 рублей платить. Денег нет ни копейки. Но он со мной пошел. Пошел. Недельку прожил. И опять к материне. Там же водка. А у меня чучу. Ребенку седьмой месяц. Сама голодная и дитя голодная. Муж ушел. Я с работы прихожу. А у соседки. Мой ребенок. Они брали с яслей. Я допоздно работала. Прихожу. Там свекровки на подружке сидят. И выпивают. Ой, я в слезы. Муж ушел. Ага. Они говорят. А знаешь что, Лена? Хочешь, чтоб он завтра вернулся к тебе? И я думаю себе. Просто утешают меня. Ладно. А ты, говорит. Он придет. Он в двери. Ты выгоня его. Не пускай. Вот. Видишь как? Такая смекалка. Да. А я думаю. Ладно. На самом деле. Завтра. На завтрашний день. На завтрашний день. Приходит этот супчик. Я тут пришла с работы. Вот так. Он в дверях. Это что такое? А, не успел муж уйти. Как она летит. А, летчика. У этой тети Марии племянница летной части. Официанткой работала. Ну да. И похожи летчики. Летчики. Да. Похаживают кофицианткам. Конечно. Ну. Ну и теперь это. Мы, говорит, скажем сейчас. За пирожными нам похаживали, да? Сейчас. Сейчас. Послушай вот хорошенько. Вот. Мы, говорит, скажем. Вот. Пришел Катий летчик. И там друг пришел. Твоего дитя подкидывают и говорят. Не тот отец, который приобрел. А тот отец, который воспитает. Вот. Вот он и приравновал. Притащился. Ну и вот взял дитя. Никуда не пойду. Я дурак. Туда-сюда. А что толку? Что толку? Опять немножко. И опять за свою завод. Там же водка. Там же водка. Родители пьют. Братья пьют. То есть все алкоголики были? Да. Все. Вот именно. И вы еще с ним 20 лет прожили? 20 лет. Куда деваться мне с дитем? Куда? Алкоголь это бич. Спасибо вам. Спасибо, баба Лена. Спасибо, Лариса. Эвелина. И потом села. Ну и вот досидела я. Сколько? До пенсии. До пенсии. Ну и вот что? Подружки меня одна. Приезжайте. А там-то была. А там-то была. Я говорю, кто меня возьмет? Иди, турагентство. Деньги есть? Пошла. Так, быстро мне сделали все. Прям мигом. Говорят, месяц надо делать. А мне мигом сделали. Ну и вот поехала я. Куда? В какую первую страну поехали? В первую страну я сказала, куда ездила? В Польшу. Ну это тогда, в той жизни. А сейчас в Карловы Вары. В Карловы Вары. Да. О, куда метнуло. Водички попить. Водичка там отличная. Там отличная. Против гастрита. Да. А не страшно вам? Вам не страшно путешествовать одной? Нет, нет. Я ничего не боюсь. Правильно. Мне нечего бояться. Правда, правда. Правда? Да. А всем ведь интересно, не только мне. А куда вы еще хотите поехать? Куда хотите еще поехать, бабля? Знаете куда? Говорят, туда много денег. На Доминикан хотела. Ой, это точно. Да. Там пальмы. Да, 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 да. И пляжи. Да, да, да. И среди пампасов бегают бизоны. А еще куда? Бали хотела. Бали еще бабушкой. Правильно. Теперь надо печатать. Как печатать? Вот станок заимей. Да. Имейте в виду деньжатки. Конечно. Ну ясно. Давайте, коллеги, подведем итоги. Лариса, вам слово. Елена Михайловна прожила такую тяжелую жизнь, перенесла столько всего тяжелого и плохого. Я думаю, что сейчас самое время получать от судьбы только подарки. АПЛОДИСМЕНТЫ Эвелина, вы что скажете? Спасибо. А я думаю, что поскольку нашу программу смотрят во всех странах мира, а Баблена не говорит ни на одном языке, кроме русского, и, соответственно, хочет общаться с соотечественниками за рубежом, то сегодня, поскольку с ней сейчас вот уже познакомились те самые наши соотечественники за рубежом, с этой точки зрения, конечно, Елена Михайловна будет являться своеобразным послом нашей страны за рубежом. Теперь ее будут там узнавать и просить автографы. Я думаю, что нужно как можно скорее отправлять Елену Михайловну к стилистам, потому что, может быть, именно те вещи, которые они подберут ей, она и положит в чемодан, когда будет отправляться в свое следующее турне. Спасибо большое. Коллеги, Баба Лена, скажите, о чем вы мечтаете в канун Нового года? Вот канун, вот поехало бы где тепло, а у нас сейчас как раз мороз, вот в чем, вот ими думаю. Это-то да, но я знаю, что вы мечтаете встретиться с вашим возлюбленным, очень хорошим певцом. Как его зовут? Николай. Какой? Ну что ж, в канун Нового года мечты сбываются. Встречаем народный артист России Николай Басков. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот там, да! Какая красота! Ну такая поклонница! АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, дай поцелую! Дай поцелую! Не забывай! АПЛОДИСМЕНТЫ Я тонко слушаю, тонко выпутили, везем, смеши, и жду, когда ты запоешь. Ну и правильно, у вас хороший вкус. Да, очень даже. Я не знаю, все-таки как лучше, Елена Михайловна или Баба Лена? Да хоть как, хоть горшком назад, только печку не ставь. Тебе хоть как, да. Хоть горшком назад, только печку не ставь. Ой, я не ставлю. Я считаю, что вы просто... Ой, ой. Что? Цветы. Сам купил. Я слышал все истории, которые вы рассказывали Александру Васильеву. А вот я хочу спросить, куда вы хотите поехать-то в январе? На Бали, она сказала. Да. И Доминикану. Вот такие у нее просьбы. Елена Михайловна, я просто был в Доминикане, там неинтересно. Нет, да? Там неинтересно, там скучно. А в Таиланде... О-о-о! Вы столько для себя откроете. Вот в Таиланд вас посылают. Там весело, зажигательно. Просто если вы хотите, я вам подарю поездку в Таиланд. Да? Вот, может, подарить. Ой, Николай. Вот это царский подарок. Да, у меня только будет одно условие. Да. Что нам нужен будет проводник. Да. Надо, чтобы с бабленой поехал кто-то. Я тогда плачу поездку для двоих, чтобы ей было не скучно. Чтобы ей было интересно. Внук, мне кажется. Внук, вы поедете с бабленой? Вы поедете с бабушкой? Да, да. Да. Вам там будет точно не скучно? Бабушку направо, а внук налево. Да. Спасибо. Договорились. Господин Басков богатый, и он дарит многим все. Дай бог тебе здоровья. Великодушный. Прекрасный. Дорогий. Уважаемый. Он не просто богатый, он просто очень щедрый. Он щедрый. Все бы богатые были. Все бы поехали в Таиланд. Да. Уважаемые зрители и поклонники нашей программы. Напоминаю, что у вас появилась возможность заглянуть за кулисы модного приговора. На сайте модный.тв интервью ведущих, модные советы, мнение экспертов и яркие моменты, которые не вошли в программу. Заходите на сайт модный.тв и узнайте обо всем, что осталось за кадром. Сегодня бабушка Лена продемонстрирует нам только свой один любимый комплект одежды. Модная путешественница. А наши стилисты предложат ей три варианта для путешествий по разным странам. Если баба Лена победит наших стилистов, она получит подарочную карту с суммой денег. Но решать это будет только она сама. С вами программа «Модный приговор» на первом канале. Мы слушаем дело с бабой Леной вокруг света. Ну что ж, баба Лена готова продемонстрировать нам свой любимый комплект модной путешественницы. Давайте посмотрим на него. Баба Лена на подиум. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Идите назад! Назад по бледным давайте. Молодец! АПЛОДИСМЕНТЫ Баба Лена, вернитесь! Вернитесь! Поближе, поближе подойдите. Поближе? Баба Лена, вот тут, вот тут можно. Баба Лена, вы такая красивая? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Горошек в моде, чёрно-белая тоже. Как вас можно вообще обсуждать? Вы икона стиля для всех, кому 89 лет. АПЛОДИСМЕНТЫ Немножко ещё с ним. Давайте выслушаем мнение короля песни Николая Баскова, народного артиста России. АПЛОДИСМЕНТЫ Никогда не был королём. А вы были кем? АПЛОДИСМЕНТЫ Я всегда был просто певцом. А теперь вы стали ещё и королём сегодня, под Новым Годом. Сейчас где-то я слышу, что Филипп упал. Нет! Нет, я сказал король. А там император. Я император. АПЛОДИСМЕНТЫ А извините, я тут... АПЛОДИСМЕНТЫ Простите, 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 Ваше Величество. Баб Лен, не знаю, вот... Я знаю историю, что вампиры пьют кровь, чтобы жить долго. Да. Вы капельку не дадите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Просто, вы знаете, невероятно. Говорить о том, как вы выглядите или ещё что-то, я просто не имею морального плана. Потому что, смотря на вас, понимаю, что это просто достижение в любом случае, что я вижу невероятную женщину, которая себя держит весело, достойно, которая стремится одеваться, стремится что-то менять в себе. И, как бы, как говорила Коко Шанель, да, что у каждой женщины должно быть маленькое чёрное платье, но тут есть маленькая чёрная юбочка. Да. И в любом случае, вот этот, я не знаю, как это называется. Блузочка. Блузка, да. Вам нравится? Очень. Да и слава Богу, в вашем лице собрана мудрость жизни. И вот эту мудрость надо просто подчеркнуть, я считаю. Спасибо. Поэтому доверьтесь стилистам. Спасибо. И почувствуйте себя красивой, роскошной, уверенной женщиной, которая скоро едет в Таиланд. Спасибо. Спасибо, Николай. Спасибо за эти добрые слова. Спасибо. Ну, а сейчас давайте все выслушаем народную артистку России Ларису Долину. Да, конечно, я тоже не имею права обсуждать наряды этой совершенно уникальной женщины. Да пусть носит, что хочет, всегда. Но хочу сказать, что у неё просто очень хороший вкус, у нашей бабы Лены, у Елены Михайловны. Белый цвет очень к лицу. И это только женщина в таком возрасте должна так любить жизнь, чтобы надевать на себя белое. Вот просто аплодисменты именно за это. Спасибо большое. Евгелина, вам слово. Мы часто говорим, вы должны выразить то, что у вас внутри, своим внешним видом. Так вот, Елене Михайловне это, я так понимаю, неизменно удаётся. Потому что то, что у неё внутри, мы сегодня благодаря её одежде очень очевидно видим. Перед нами наивный, очаровательный, чистый, добрый человек. Такая, знаете, всенародная бабушка. Что вот даже как бы обычно, ну, всегда по имени-отчеству или просто по имени. А вот в вашем случае поворачивается язык сказать бабы Лены, от этого не стыдно и как-то не хочется изменить этот текст. Потому что каждый в вашем лице видит ту самую бабушку, которую любят, уважают, по которой скучают. Спасибо большое, Евгелина. Дорогая моя, вправляйтесь сейчас к стилистам. Они сделают вам красивую прическу, накрасят вас и переоденут в новые красивые наряды для трёх разных стран. Вступайте туда. Спасибо. Немедля и возвращайтесь преображённой. Спасибо. Спасибо, дорогая. Какой же образ предложат наши стилисты для бабы Лены и какие наряды подберут для её будущих путешествий. Мы с вами узнаем очень скоро. Оставайтесь с нами на Первом и не переключайтесь. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело с бабой Леной вокруг света. Итак, наша героиня, баба Лена, побывала в волшебной комнате стилистов. Она волнуется, потому что не видела в зеркале, что же с ней сотворили в её 89 лет. Давайте поприветствуем её бурными аплодисментами. Первый выход. «Модная путешественница». «Модная путешественница» а а это что это ваш чемоданчик ваш для путешествий ну вот а то сколько езжи рюкзачком а тут какая красота красота правда спасибо вам понравилось а что вы увидели в зеркале расскажите кого вы увидели в зеркале чуть чуть не узнала себе правда но хороша а что скажет внук Дмитрий а внук не знает что он молчит первый раз на ней вижу такой предмет гардероба как брюки это очень же удобно в путешествиях особенно да конечно здорово что вы открыли для нее а обувь пальто она просто выглядит как жительница глазгу на каникулах правда давайте выслушаем мнение Екатерины и ваш сын Виктор что скажет по этому поводу пожалуйста дорогая Елена Михайловна вы выглядите потрясающе да вы похожи на английскую королеву по возрасту да это точно я рада что у вас теперь есть такой замечательный предмет гардероба как аккуратный изящный чемоданчик потому что вы мне рассказывали что вам его действительно не хватает я вас поздравляю с этим шикарным образом очень практично очень удобно очень красиво в таком наряде можно и на байк и на верблюде и я даже не знаю где мы вас увидим в следующий раз возможно на дельтаплане или может быть на вертолете да вот ой спасибо спасибо присаживайтесь спасибо баба Лена оставьте пожалуйста корзиночку с цветочками ну возьмите чемоданчик и идите вы своя переодеваться спасибо Лариса вам слово я в умилении просто я в диком восторге от этой чудной старушки она мне напоминает английскую аристократку это правда не хватает рядом такого же аристократа старичка нет не хватает замка да ну прежде всего конечно замка она потрясающе выглядит ей так это все идет просто невероятно а что скажет Эвелина Хромченко вы знаете на протяжении всего времени преображения в пространстве модного приговора витал витальный интерес к персоне Елены Михайловны причем ее никто таким образом не называл а все ее называли сладкая бабушка и честно говоря конечно ваше сравнение уважаемые господа очень уважительные с английской королевой с английской аристократкой но сказать вам честно то чего я боялась не произошло и баба Лена выглядит как настоящий маленький цыпленочек просто требует поцелуя спасибо большое ну а сейчас второй выход Елены Михайловны наряд для поездок в Европу браво В Италию пора, да? Да, в Италию пора, действительно. Мечтала, мечтала Италию. Мечтала, теперь поеду в таком наряде хоть куда. Да, я говорю, Лариса, мечтала Италию, танком наряду хоть куда. В Италию легко. Правда, а какие у вас знатные хатабычи на ногах? Ну, это уже, посмотрите. А удобно? Удобно, очень удобно. Все подобрали, молодцы. Молодцы. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте выслушаем мнение Ольги и Елены. Пожалуйста, дамы. АПЛОДИСМЕНТЫ О, ну и все. Мамы и тети Екатерины, которые писали письмо. Милан – столица моды. В таком наряде, бабулечка, ты затмишь всех итальянских модниц. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Ну, надо, да. Я сейчас уже не могу сказать, баба Лена, вы теперь Елена Михайловна. Да. Много вам новых путешествий, здоровья, удачи в этом наряде в Италию. В Италию. Все. Спасибо. Вступайте, дорогая, переодевайтесь. Обязательно. Лариса, ваше люди. Ну, что тут скажешь. Само очарование. Мне все так нравится на ней. И, конечно, предвидеть то, что будет, как ее оденут и что это будет, невозможно. И это так волнительно, особенно вот в этом случае, что ты не понимаешь, как можно одеть вот такую вот замечательную бабушку. Тут надо иметь просто такой вкус, что, собственно говоря, имеют наши стилисты. И еще раз им просто огромное спасибо за этот праздник вообще. Спасибо большое. Спасибо за ваше мнение. Уберите, прошу вас. Ну, наши стилисты, конечно, в честь Нового года заставили поблескивать стразами и беретик, и сникерсы нашей прекрасной Елены Михайловны. Но, в принципе, вполне достаточно блеска в одном месте. Я выбираю сникерсы, потому что они, несомненно, производят огромное впечатление. А что касается беретки, она, может быть, вполне матовой. Она от этого ничуть не проиграет, потому что яркий блеск глаз нашей героини, разумеется, не нуждается уже ни в каких стразах. И, конечно, Милан, о чем мы говорим? Желательно выбрать время недели моды. Спасибо большое. Третий выход для встречи Нового года. Пожалуйста, Елена Михайловна, на поджим. Третий выход для встречи Нового года. Не знаю, куда. Такое чудо. Такое чудо. Никак не ожидало. Никак не ожидало такое чудо тут. Под Новый год чудеса случаются. Вот, исполняется, да. Дмитрий, дайте оценку. Скажите что-то о бабушке. Прекрасное платье. Самое главное, что сейчас ее внешний вид соответствует ее внутреннему содержанию. Красивая, смелая. Ну и обычно мы встречаем Новый год дома, а теперь придется идти в ресторан. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ О, ну цветы, да. АПЛОДИСМЕНТЫ О, все цветы хорошие. Все цветы хорошие. А сейчас модный приговор от народной артистки России Ларисы Долиной. Спасибо, что... Приговариваю вас, Елена Михайловна, к этим нарядам. Да. Приговариваю вас. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ А вы, Елена, к чему Елену Михайловну приговариваете? А я приговариваю нашу Елену Михайловну к единственному, чего можно пожелать в этой ситуации. Здоровья в Новом году. Побольше путешествий. Хочется, чтобы с вами познакомилось как можно большее количество людей. Потому что вы абсолютная прелесть. Пусть все знают, какие в России прекрасные люди старшего возраста. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо большое, Евелина. А мы приближаемся к сказочному финалу нашей утренней предновогодней программы. Итак, баба Лена, оставьте ваш клатч на столе. Подойдите ко мне в центр. АПЛОДИСМЕНТЫ Дворецкие, привезите вещи на подиум. АПЛОДИСМЕНТЫ Баба Лена, вот скажите честно, что вы хотите получить? Вещи от стилистов, которые вам так понравились? Или пластиковую карточку от программы «Модный приговор»? Нет, что вы вот приобрели мне, вот это мое. Вот эти наряды. Да, да, да. Так тому и быть. Ну что ж, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. А вам, дорогая Елена Михайловна, я желаю счастливых путешествий в те страны, которые вы еще не видели, куда вы хотите поехать. И, конечно же, на Бали, в Доминикану. Да, да, да. Но Коля Басков вам подарил Таиланд. Да. И сначала вы поедете в Таиланд, моя дорогая, крошечная, очаровательная фея. Ну а если вы, мои дорогие телезрители, точно так же, как Елена Михайловна Ерхова, пенсионерка-путешественница из Красноярска. Захотите стать участником «Модного свидания», заполняйте анкету на сайте первого канала. Мода.1.tv.ru. Сегодняшнее заседание закрыто, мои дорогие. Мы с вами прощаемся. До свидания. Спасибо.